Валерий Седов Предсказуемая победа партии «Единая Россия» – главный итог трехдневных выборов в Рязанскую городскую дому. Как сообщает региональный избирком, после обработки всех бюллетеней цифры получились следующие. «Единая Россия» набирает 58%. На втором месте КПРФ. За красных проголосовало 11,5% от общего числа избирателей. У ЛДПР почти 11%. У партии пенсионеров 6,5%. Коммунисты России не преодолели обязательный для попадания в Рязанскую городскую думу 5% порог. По данным избиркома, в Рязани проголосовало всего 20% от всех избирателей. Для сравнения, на выборах в Гордуму в 2018 году явка составила чуть больше, чем 21%. В 2013 – порядка 26%. По словам председателя регионального избиркома Дмитрия Бокова, уровень политической культуры кандидатов в этом году сильно вырос. Несмотря на упорную борьбу и пересечение интересов у кандидатов, конфликтных ситуаций и серьезных нарушений не возникло. По словам общественных наблюдателей, на всех избирательных участках выборы прошли без каких-либо значимых нарушений. Штаб общественной поддержки «Единой России» в эти три выборных дня впервые принял участие в мероприятии «Ночь выборов». Ход выборов и предварительные результаты обсуждали депутаты разных уровней, политологи, представители экспертного сообщества. А затем по ВКС председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подвел итоги трехдневной избирательной кампании. Избирательная кампания в Рязанской области прошла без нарушений. Голосовали в спокойной обстановке. Главный итог трех выборных дней. Об этом же в ситуационном центре штаба общественной поддержки «Единой России» говорил с представителями на местах первый заместитель секретаря регионального отделения Аркадий Фомин по ВКС. Впрочем, как себя вести при нарушениях, инструкция была довольно четкой. «Если наши наблюдатели, если наши сторонники партии видят, что происходит нарушение избирательного законодательства со стороны других кандидатов или партий, вы обязательно это же фиксируете и передаваете жалобы в избирательную комиссию». Вместе с рязанцами в голосовании принял участие и губернатор Павел Малков на избирательном участке в школе номер 7. К концу третьего дня общая явка по области, а голосовали помимо Рязани еще и 20 муниципальных образований, ушла за 30%. «Самое главное, что можно сейчас констатировать, это то, что выборы прошли полностью в правовом поле. Не зарегистрировано никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Здесь я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации выборов. Это на самом деле огромная работа, и многие здесь не спали ночей, дежули на участках, организовали работу всей этой огромной машины. Также я хочу поблагодарить всех, кто участвовал долго в подготовке выборов. И самое главное, отдельно благодарность всем избирателям, которые пришли на участки, отдали свой голос и тем самым приняли участие в дальнейшем развитии нашего региона». Как говорили политологи на впервые проведенной в регионе ночи выборов, главное, что кампания прошла в конкурентной борьбе. А на явку повлияла в том числе и специальная военная операция. Весомый процент активных сегодня защищает рубежи Родины. «Выборы проходят в условиях специальной военной операции. Это, соответственно, сужает возможность для деятельности оппозиционных партий. Соответственно, они в полной мере не развернулись до конца, потому что, наверное, в том числе четко не определились, до какой степени они могут критиковать существующую, ну, скажем, власть, да, и за какие пределы выходить нельзя. И, соответственно, многие так четко не определились. Раньше в подъезду захочешься, стопикаешься, а макулатуру различного толка. А сейчас, мне кажется, очень важно избирать, видеть, что он выходит, и у него асфальт есть во дворе, да, или что он едет, вот как я, например, на даче, и понимаешь, что у меня шоссе, по сути, хороший, вот хайвейт. И ты едешь, и хорошо, это здорово. Или что у тебя освещение есть в сквере, что у тебя там есть лавочки, малая архитектурная форма, что там есть. О том, что люди выбирают устойчивость и системность, говорил и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на селекторе с регионами. Победа партии власти оказалась подавляющей даже в, казалось бы, изначально красных регионах. Но в победе единороссов на новых территориях вряд ли кто сомневался, потому что это наши люди. В настоящий момент в нашей стране продолжается специальная военная операция. Только самих участников специальной военной операции от нашей партии было больше ста человек. Они тоже баллотировались на различные депутатские места, на другие должности. Поэтому проблематика, связанная с СВО, была, безусловно, одной из важнейших, которая принималась и обсуждалась в ходе предвыборных встреч, в ходе обсуждения, которые вели наши кандидаты. Это и помощь участникам СВО, и забота о близких, и масса других вопросов, которые в настоящий момент для нашей страны являются весьма и весьма актуальными. К слову, в самих республиках российского Донбасса за новую программу развития вместе с партией «Единая Россия» проголосовало абсолютное большинство. Несмотря на обстрелы и запугивания с той стороны. Цифры практически поляркие. Это практически 80% от этих русских, которые сейчас уже понятны. И более 78% за «Единую Россию». Это прям тоже вот такой старт, который, безусловно, от того, как мы не получаем, такую же себе задачу ставим. Потому что у нас задача не меняется. Мы своим упорством, своей реальной работой ставим всю цель стать лучшим, я думаю, одним во всей нашей большой стране. Безоговорочная победа «Единой России» случилась во всех регионах страны без исключения. В Рязанской области цифра поддержки партии власти перевалила за 58%. Было много встреч, и результатом встреч, результатом работы стало формирование программы. Народная программа, которую наши кандидаты, кандидаты «Единой России» идут на выборы. Разного уровня совершенно. И с особенностями каждого, каждых выборов. Городских ли, областных ли, если это были до выборов. И, конечно, это такая особенность, это очень важно. Потому что в программу вошли те самые насущные проблемы и задачи, о которых говорилось. Совершенно по разным направлениям образования, здравоохранения, помощи участникам СВО, специальной военной операции. Все, что было возможно и реально, и то, что можно реализовать, вошло в эту программу. И над этим будет работать тот состав Городской думы, который будет избран. Те депутаты от «Единой России», которые будут избраны в рамках кампании. По словам Романа Калинина, сегодня время отвечать перед избирателями за каждое слово, поступок или действие. И те, кто сегодня пришел в Рязанскую городскую думу, с этим обязательно справятся. В Рязанской области превышен эпидпорог по ОРВИ. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве уточняют, что рост заболеваемости 17%. Сам же эпидпорог превышен на 7%. Чаще всего болеют именно дети. Если переходить к цифрам, то болеют чуть больше 3700 человек. Взрослых из них около 1500. Заболевания гриппом пока не зафиксированы. Тем временем в регионе проходит прививочная кампания против этой болезни. Пункты вакцинации работают на вокзалах станции Рязань-1, Рязань-2, Риашск-1, Сасово. Круглосуточно и без выходных. Там могут сделать прививку все желающие при отсутствии противопоказаний. Но после медицинского осмотра. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Прививку можно сделать бесплатно и в поликлинике по месту жительства. Вакцины и медучреждения региона обеспечены. Представитель Рязанского управления МЧС Виктор Тихий вошел в золотой список лучших лесных пожарных 2023 года. Девятый профессиональный конкурс России и Белоруссии «Лучший лесной пожарный 2023» прошел в Московской области. И наш представитель был там далеко не на последних ролях. В этом году конкурс, организованный Рослесхозом и Авиалесоохраной, продолжался 4 дня и включал 3 этапа. Спортивное многоборье, ориентирование в лесном массиве и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков, пересеченной местности. С демонстрацией умений использования основных ручных инструментов тушения лесных пожаров. Ранцевого огнетушителя, бензопилы и мотопомпы. Строгой жюри внимательно оценивала не только скорость выполнения заданий, но и точность до мельчайших деталей. Сделал распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки, забыл в пылу борьбы залить воду в мотопомпу перед ее запуском, сделал заступ за границу при работе с ранцевым огнетушителем, не уложился в контрольное время хотя бы на секунду, получил штрафные баллы. В состязании приняли участие прошедшие предварительный отбор парашютисты и десантники Федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны и наземных лесопожарных служб 21 региона от Дальнего Востока до северо-западных рубежей России и лесных служб регионов Белоруссии. Многие всю весну и все лето без перерыва тушили пожары в своих регионах и помогали коллегам в других точках страны. Ну погоду, думал дождь будет, самая погода пугала. Остальное вроде все нормально. А так все и такое? Все привычно. А что понравилось? Что понравилось? Да. С мотопомпой работа. Не подвела? Да, не подвела. А если мы ждем, что самое трудное было? Это самое трудное. На мой взгляд, самый первый день. Последний участник. Подготовка. Нашего завершающего. Самое трудное. Ну, там выкладываешься по полной. Мероприятие выходит далеко за рамки лесной отрасли, ведь профессиональное, а значит эффективная борьба с лесными пожарами имеет неизмеримое значение для охраны окружающей среды в целом, а также безопасности населенных пунктов, объектов, экономики, в том числе стратегических. Каждый регион показывает своего самого сильного человека, а мы здесь, объединяя все усилия, выбираем уже из лучших, хотя все они лучшие. В текущем году команды авиалесохраны и наземных лесных служб ликвидировали в 73 регионах страны более 10 тысяч лесных пожаров, сохранив от огня миллионы гектаров лесных территорий, сотни населенных пунктов и объектов экономики. Более 8 тысяч лесных пожаров, а это 74,5% ликвидированы в первые сутки. В Рязанской области лесной фонд, который охватывает более 931 тысячи гектар и занимает более 23% территории региона. В этом году лесопожарные службы Пожлеса ликвидировали 21 лесной пожар. После турнира конкурсанты сразу разъезжаются по рабочим местам, ведь до конца сентября высокий риск пожаров сохраняется в 24 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает. Рязанская епархия проводит в Кремле экскурсии для слабослышащих. На одной из них побывала группа из Николаемского храма Рязани. В чем уникальность такого путешествия, расскажем далее. Мы продолжаем знакомиться с историей Рязани или Переславля Рязанского. И сегодня мы познакомимся с городом с высоты смотровой площадки колокольни. Рядом с экскурсоводом сурдопереводчик Елена Попкова. Она работает с группой глухих и слабослышащих Николаемского храма Рязани. Сегодня они пришли увидеть колокольню Рязанского Кремля. С самого начала планировалось, что колокольня будет строиться на пожертвование. Но при этом был объявлен такой своеобразный конкурс. Один из первых проектов. Колокольня – завершающий этап строительства и обустройства соборной площади. 160 ступенек вверх и вот он – захватывающий вид на город. Здесь же экспозиция, посвященная строительству колокольни. До революционные цветные снимки Проскудина-Горского и многое другое. Мне очень понравилась экскурсия. Очень интересно. Я первый раз попала на колокольню. Очень интересная история. Откуда все это появилось? Такая красота. Ходила там, тут. А когда поднялась, совсем по-другому смотрится. Видно сразу все. Интересно. Реки, дороги. Я вообще первый раз здесь. Мне очень, очень, очень понравилось. Я никогда не видела этого. Говорит, я очень рада, что я пришла к вам сегодня. О Кремле ходят больше мифов, чем реальных фактов, говорит экскурсовод Владимир Мещеряков. Такие экскурсии и призваны заблуждения эти разрушить. Маршрут готовила группа экскурсоводов из Рязанской епархии. Одна из точек – Архангельский собор, где размещена часть экспозиции епархиального музея. Например, одна из древнейших святынь не только Рязанского края, но и всей Руси – феодотиевская икона Божьей Матери. Перед ней молились еще первые жители княжества. Ей больше 500 лет. Экскурсионная группа глухих и слабослышащих пришла сюда впервые. И, говорят, прогулка по миру святынь Рязанского края запомнится им надолго. Фестиваль кукольных театров «Рязанские смотрины» стартовал. Его проводят в нашем городе раз в два года. И на несколько дней он превращает Рязань в театральную столицу России. Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» открыт! Артисты будут выступать на шести сценах Малой и Большой Рязанского театра кукол, Малой и Большой Рязанского театра драмы, Большой и Камерной областной филармонии. Участниками «Рязанских смотрины» в 2023 году стали 17 коллективов из Рязани, Москвы, Алматы, Гродно, Мехико, Вологды, Иркутска, Казани, Находки, Оренбурга, Саратова, Симферополя, Сургуты, Ханты, Мансийска и Челябинска. 19 цифра значимая, потому что это 19 век, век, который назван золотым веком искусства. А сейчас, по-моему, театр кукол как раз и переживает такой золотой век, потому что в театре столько разнообразных видов, форм. Он начальство кукольников уважает, а Бог кукольников любит. Также Валерий Шацкий в своей речи подчеркнул, что Россию невозможно вычеркнуть из истории искусства. А российский театр кукол всегда был, есть и остается уникальным явлением и настоящим образцом для коллег со всего мира. Сегодня, как и прежде, их взгляды направлены в нашу сторону, на нашу сцену, где в гармоничном единстве сочетаются классика и современность, новые технологии, искусство и ремесло, где создается будущее. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова